Добрый день, уважаемые мои пчеловоды, мои дорогие подписчики, гости моего канала. Я решил заново записать видео на тему утепления пчелосемей. Потому что из комментариев я понял, что не совсем пчеловоды разобрались в этой теме, так как я объяснял, не совсем понятно, недоходчиво я понял. Попытаюсь сейчас я объяснить более лаконично и поэтапно, чтобы было понятно это. Потому что тема очень важная, утепление. Сейчас стоит месяц август. И я буду говорить так, что независимость от того, какая стоит погода в августе месяце, нужно обязательно утеплить семьи, тщательно утеплить семьи, так как мы утепляем весной. Гнезда семей нужно утеплить. Почему? Для того, чтобы маточка сокращала яйцекладку, интенсивно откладывала яйца. Вот для этого мы делаем, утепляем гнезда в августе, потому что это важно. Нам нужно как можно больше пчел, чтобы пошло в зиму. А маточка должна работать в полную силу. В предыдущем видео я тоже говорил, чтобы маточка не прекращала яйцекладку, интенсивно откладывала яйца, нужно поддерживающий взяток. Нужно, чтобы были запасы в гнезде меда. Но если этого нет, нет поддерживающего взятка, нужно подкармливать семьи небольшими дозами. Пчеловод должен подкармливать пчел сахарным сиропом по 200-300 грамм. Можно через день, можно каждый день. Вот этих два слагаемых, утепление и поддерживающий взяток или подкормка, они будут способствовать, чтобы маточка интенсивно откладывала яйца и не сокращала. И тогда будет много пчел, достаточно, чтобы успешно перезимовать. Вот такой первый этап. В августе месяце нужно утеплять семьи. До первых числа сентября, чисел сентября, это утепление должно сохраняться. В первых числах сентября я начинаю за корм сахарным сиропом семей. Там, где недостает корма достаточно на зимовку и на весеннее развитие. А у нас же в гнезде есть мед. Я показывал, что в моих рамках узковысоких, вверху мед, значит, есть часть меда, а недостающая, я уже смотрю каждое гнездо, я ревизию делаю, недостающую часть, сколько нужно, я уже смотрю, я докармливаю сахарным сиропом. Вот, начиная эту работу в первых числах сентября. Утепление в это время полностью нужно снять. Мы ставим кормушку, утепление снимаем. Утепление мы сняли, закармливаем. И пчелы отвлекаются уже на работу с сахарным сиропом, а закармливаем мы большими уже дозами, по 3-4 литра, я уже лью в кормушке большие. И там, где был расплод на выходе, они заполняют эти ячейки сахарным сиропом. И матка постепенно уже не находит места, и яйцекладка у нее сокращается. И это сокращение у яйцекладки будет способствовать уже охлаждению гнезда. Мы же утепление убрали, а большие дозы, они будут способствовать того, что они будут заливать ячейки пустые, и маточке некуда будет складывать яйца. Таким образом, уже осенью, а это нам нужно обязательно, чтобы маточка уже в осенний период сократила, резко сократила яйцекладку, и где-то в течение сентября полностью вышел расплод. Дальше мы же уже не кормим. Уже мы там 2 недели, допустим, через день за корм делаем. И осенний период у нас уже семьи не утеплены полностью. Сейчас я вам покажу, как я в августе утепляю, а потом, когда я снимаю, и что у нас, какое утепление остается. А дальше я потом расскажу. Значит, сейчас у меня утепление есть. Вот, варсонитный. Значит, такой холстик, одеяльце, мешковина. Так, у меня тут пчелки. Вот сейчас я вам покажу, как нужно утеплить. Пчелки уйдут. Значит, у меня вот пенопластовый такой утеплитель. Пчелки за доской. И я утепляю... Сбоку утепляю за доской у меня утеплитель. Дальше я ложу мешок. Варсонитный утеплитель. Ну, это не обязательно. И вот такое одеяльце. И накрываю. Вот это утепление. Это должно быть такое утепление в августе. Месяце. Дальше, когда август прошел, я говорил, мы начинаем закармливать пчел. Утепление снимаем. Когда мы закормили, уже все, закормили. Уже осень у нас. Мы только холстик ложим. Только верхнюю прикрываем улочки холстиком. Утепление вынимаем. Никакое утепление не должно быть. Все. Доска. У меня здесь доска устроена так. 5 мм с левой стороны. 5 мм с правой стороны. То есть вентиляция идет, видите, через края доски. Так, это у нас уже осень. Утепление вот такое. Только холстик. Дальше наступает зима. У нас остается это утепление. Следующий этап. Осень прошла. Маточка сократила полностью яйцекладку. Уже расплода нет. Этот период осенний обычно благоприятный. Утепление мы снимаем. И прекращается яйцекладка. Но наступает зима. Здесь пчеловоды теряются. Наступают холода серьезные в январе. И думают утеплять или не утеплять. Что делать? Вот мой совет. И я делаю так. Утепление никакого больше ложить не надо. Остается холстик. Только регулируем вентиляцию. Это у нас поток воздуха через литок. И через края заградительной этой доски у нас идет вентиляция. Мы усиливаем или уменьшаем. Я лично это делаю за счет крыши. Поднимаю крышу. Вентиляция усиливается. Опускаю. Вентиляция уменьшается. Если наступает довольно сильная холода. С морозами. Трескучими. То можно холстик Вот я в арсанитой более плотно укрываю только верх гнезда. Чтобы уменьшить вентиляцию через улочки. Прикрываю. Но боковая сторона. С боковой стороны никакого утепления нет. Тут идет вентиляция. Если морозов нет. Холода, как в нашей местности, умеренная зима. Как обычно в годы эти последние. Значит, даже я это в арсанитное утепление не ложу. Только вот такой холстик лежит. Всю зиму. Это будет так называться холодная зимовка. То есть никакого утепления нет. А вот, когда уже наступают теплые деньки весенние. Уже начиная с конца февраля. Там марте. Когда уже солнышко пригревает. И маточка понемногу. За шагом начинает уже откладывать яйца понемногу. То нужно утеплять. Снова мы серьезно утепляем семьи. Утепляем и сбоку. Утепляем сверху. Также утепляем, как вот я показывал, нужно утеплять в августе. Снова пенопласт в эту доску ложу. Утепление сверху. Одеяльца укрываю. Вот это уже на весенний период. Снова мы утепляем. Все это делается для того, чтобы повысить скорость яйцекладки матки. Чтобы она в большом темпе откладывала яйца. Чтобы пчелы смогли в тепле выкормить расплод здоровый. В большом количестве. Вот для чего делается это утепление. Ну вот. Я так вкратце рассказал. Можно повторить. В августе, вне зависимости от погоды, мы утепляем в августе. Хорошо утепляем. Дальше, в начале сентября, мы все утепление снимаем. Только ложим холстик сверху. Прикрываем улочки. Итак, у нас такое слабенькое утепление стоит до весны. Это утепление. До марта месяца. В марте месяц с появлением расплода. Это вы уже определяете. Появился расплод. По особым приметам. Может послушать улочку, как шумят пчелы. Можно посмотреть гнездо рукой. Тепло ли сверху гнездо. Значит, есть уже расплод. Значит, нужно тщательно снова утеплить весенний период гнезда. Ну, естественно, в летний период утеплять не нужно. Потому что это вызывает роение. Способствует роению. Летом мы гнезда не утепляем. Ну вот. Я вам рассказал. Мне так кажется, что понятно. До свидания. Извините, что пришлось повторять это. До скорой встречи. Буду стараться рассказывать лаконично. До свидания.